Воспитанники Ивановской Федерации Грэпплинга Кирилл Голда и Лиза Хвостенко вернулись с первенства мира, которое проходило в минувшие выходные в Баку. 455 юных спортсменов из 16 стран бились за право взойти на пьедестал. Для обоих ивановских спортсменов это был первый опыт участия в мировых соревнованиях. Лизе Хвостенко серебряному призеру первенства России на этот раз победить не удалось. Но показала себя воспитанницей Ивановского Грэпплинга настоящим бойцом. Получила бесценный опыт, так скажем. По нашим прогнозам она должна была стоять на пьедестале. Получилось так. Где-то недоборолась, где-то недооценила соперницу, может. И счет сам говорит о себе 2-0. Это обидное поражение, так скажем. Кирилл Голда предварительные бои прошел с блеском. А в финале его соперником стал соотечественник. Спортсмен, которому Кирилл уступил золото в первенстве России. Видимо, настолько хорошо не подготовился, как он. И совершил практически такую же ошибку удушающим. Но на следующий год буду лучше готовиться, потому что все равно он тоже пройдет отбор. И встретимся в следующем году. По итогам двух соревновательных дней Россия заняла первое место в общекомандном зачете. Кирилл и Елизавета – первые грэпплеры нашей области, которым удалось войти в состав сборной России. И хоть золото на этот раз ивановцам не досталось, пробиться на первенство мира и выступить достойно – это уже большая победа. Не только самих спортсменов, посвятивших много времени и сил подготовке, но и их тренеров. Результат заслуженный и, главное, мотивирующий. Я уверен, что это даст большой толчок для развития грэпплинга в нашей области. Потому что все дети, также юноши, юниоры, они будут видеть, что ничего нету невозможного. И, можно сказать, первопроходцем у нас стал Кирилл Голда. Я думаю, в следующем году у нас будет еще больше. Наталья Ягутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.